Хей! Как дела? С вами снова Морская Свинья, и это Блэквелл Обман. Что же, сейчас мы находимся с вами на лодке, которая с бешеной скоростью ездит, не знаю куда, но она может врезаться куда-нибудь. И что же нам делать? Мы уже отправили... Посмотрите, как она едет, просто как безумная. Я не знаю, это тайм-эвент, но я думаю, что нет. А, мы должны прыгнуть! То есть реально... Мы действительно должны прыгнуть. О боже, о боже! Ты готова? Нет! Прыгай! У нее голос такой... У Розанжелы... Смешной. Ай, заткнись. Я мокрая и злая. И я в Нью-Джерси. Расслабься, хорошо? Зато мы спасли... Чувака, да, это нам. Два миллиона баксов. То есть мы два миллиона баксов не смогли взять. Все-таки, как призрак и сказал, мы не сможем. В принципе, мы могли и в прошлой серии это посмотреть. Ох, Блэквелл. Ох, Блэквелл. Тут уже и джаз, как обычный. Джоуин. Розанжелес. Честно, буду скучать по ним. Они такие душевные. Тогда я в Блэквелл играю, как-то расслабляюсь. Такое общество. Экстренные новости. Там, короче, разбилась. Яхта. Никто не пострадал, к счастью. Кто же мне сейчас звонит? Джоуи, не мог бы ты... Хорошо, хорошо. Привет. Эй, это Розанжела? Да, а кто это? Ну, это долгое время, но это Джереми Сэмс. Джереми? О, Джереми, да. Ты до сих пор... То есть он в полиции работает, правда? Ну, это хороший шаг. Поздравляю. Спасибо. Я думаю, ты можешь мне помочь. Такое с чем... Ну, я думаю, что ты можешь мне помочь. То есть, в общем, у нее старый знакомый объявился Джереми Сэмс, который сейчас работает в новой газете по названию... Как там она называлась, я уже не помню. И он ее пригласил кое с чем помочь. С какой-нибудь колонкой. То есть, они построили новое здание. Она не греет никакой воды. Почему она так раскачивает свою дверь? Вообще, Розанжела странная стала девушка. I don't need... I don't need... Может быть, она не хочет готовить. Давай, Розанжела, готовь. Давай, Розанжела, спи. Ладно. Давайте фоточки посмотрим. Самое интересное всегда. А, ну это все те же самые. Просто посмотрите, как Джоуи смотрит. Прям какой-то маньяк. Я не знаю, зачем он так смотрит. Не важно. А вот он опять смотрит, как какой-то маньяк. Джоуи просто всегда выглядел как маньяк. До сих пор этот мишка. Так, нету славовая лампа. Я иногда могу залипать на нее часами. Радио выключилось из-за Джоуи, как обычно, в общем-то. Она продала, в общем-то, все книги, чтобы читать теперь в метро. Ну, видимо, электронные. Я тоже, кстати, читаю электронные. Но у меня есть и бумажные. О боже, опять Джоуи. Опять злобный. Ничего не меняется. Никогда. Джоуи не меняется. То есть, она говорит, сейчас ей вообще почти не нужен компьютер, потому что она все в телефоне. Кстати, я узнала, оказывается, у этой версии игры вообще две рисовки. Я не знаю, как это произошло, но в Стиме продается именно вот эта версия. То есть, вот с таким лицом. Вот с таким. А там есть с красивым лицом. О боже, тот самый фильм. О боже, это же все отсылочки к предыдущим частям. Обязательно посмотрите в предыдущей части, ребята, иначе вы ничего не поймете. Я всем советую. А, это Мишка, блин. Я думала, это какой-то дедушка. Не будем долго тут оставаться. Открыто, заходите. Я через секунду выйду. И вот как живет самый крутой репортер, а? А? Простите за это. Кто твой друг? Что-то не так? А-а-а-а? Джереми? Ты мертв? Ну, мне кажется, я плохо себя чувствую, почти как мертвой. То есть, он... А, то есть, он чувствует это. Я с ней. Это Джоуи. Он вроде бы как ассистент и партнера друга. И вот тут вот мы, наверное, решаем. Давайте скажем. Блин, я не знаю, называть Джоуи другом. Нет, ну, конечно, он друг. Но как-то вот больше кажется, что партнер. Вот, ребята, напишите в комментариях, для кого... Ну... Для вас, Джоуи, кто? Друг, партнер или ассистент? Ну, ясно, не ассистент, потому что мы же наравне все-таки. Эх, ладно, напишу партнер. Я вижу. Так, вы двое... Не-не, ничего такого. Я сказала по писательству, партнер. А, хорошо. Я сказала, хорошо, да, партнера это хорошо. Но приятно познакомиться, Джоуи. И как там дела в бизнесе? А ты уверен, что ничего такое с тобой? Простуду тебе. Мне скоро станет лучше. То есть, вот серьезно, он не понимает, что... Через стену прошел, чувак. Ты через стену прошел. Как-то можно не заметить. Ладно. Ладно, Джереми, расскажи мне про... Что ты там хотел написать. Отлично. Я знал, что ты захочешь узнать. Ты знаешь, где находится их офис? Но у меня есть записки. Иди к ним и скажи, что я тебе прислал. Я бы пошел сам, но... Ну, я тут, это... Как это, блин, называется? Ну, вы мне поможете? Да, конечно, мы поможем. Это все, что я могу сделать. То есть, он сказал, блин... Ну, носом шмыгаю. Вот так вот. И он говорит, да, шмыгаешь, это точно. Кстати, я тоже сейчас шмыгаю, потому что у нас сейчас в Питере погодка такая... Не солнечная. Да вообще, в принципе, везде еще. Не солнечная. Ну, если у вас солнечная погода, то поделитесь в комментариях. Сколько у вас градусов? У нас 10 градусов всегда. Ночью иногда 5 бывает. А поэтому вот... Я уже немного... Шмыгаю. Ну, никак, вот этот репортер, нет. Я еще жива. Нет, я это понимаю уже. Я... Я не глупая, Розанжела. Ну, расскажи мне о себе, Джереми. Мы обычно не разговариваем много. А я... Ну... То есть он там после колледжа стал писать? Не так много сказать, если правда, по-честному. Ну, я пойду. Спасибо, я очень ценю эту Розанжела. Да, слушай, но лучше зови меня Роза. Хорошо, Роза. Тогда... Вот видите, я ее сразу Роза такая говорю, а он такой Розанжела. Я так думаю, ну ладно, Розанжелл, это Розанжела. То есть у него нету той газеты, в которой она пишет. Очень много нон-фикшенов и книги для журналистов. О, мой бог. Это я? Я хочу сказать, мы? Да, ты помнишь 2005-го Рождество? О, да, это было так давно. То есть он просто посмотрел на фото. Джереми, ты любил бухать. Как бы он снова живой. Я даже не помню, кто у нас сфоткал. Ох, боже, что за ужасная я. Да, вроде милая, она как-то тут стеснительная. Как будто он пристает к ней. Я не знала, что он такой религиозный. О, нет, нет, это мои бабушки. Да, да, конечно, мои бабушки. Все мы знаем. Все мы знаем, Джереми. Сейчас мы украдем, вот, и как запоешь. Нет, я туда зайду. Я посмотрю, может быть, там, я не знаю. Там у нас пистолет. Как он выстрелился в голову. Как я узнаю, как он умер? Ладно. Эй, слушай. Если, пока ты идешь, я хочу извиниться. Я знаю, это странно, позвонить тебе и вот такую вот услугу просить сделать. Не волнуйся об этом. Нет, я просто заболел. Если бы не заболел, я сам бы это сделал. Обещаю. Нет, тебе не обязательно это говорить, правда. Просто береги себя. Ну что ж, это неожиданно. Да, я полагаю. Ну и где же этот ньюспейпер-офис? Ну, то есть, ты знаешь? Он говорит, да, знаю. Тогда пойдем. У вас тут, этот, сотрудник умер. Ммм, не вам могу помочь. А что вы знаете о Джереме Сэмс? Джереми? Ну, он здесь работает. Его офис наверху, на втором этаже. Но я его не видела несколько дней. Так вы не знаете, где он? Я не имею понятия. Ну, я справила мое сообщение, но он на него не ответил. А вы знаете, что он умер? Что? Джереми умер. Джереми умер? Вы серьезно? Вы что, не знаете? Конечно нет. Что с ним случилось? Я еще не уверена. Что вы знаете, еще не уверена? Как он умер? Что это произошло? Я не знаю. Где он сейчас? Я не знаю. Отлично. Это просто ненормально. Я пойду позвоню. Вот это моя девочка. Новых друзей. Эм, блин. Обзаводится новым друзей, куда бы ни пошла. Я вам не представила, Розанжела Блэклэлл. То есть, мне нужны какие-то... А, ну у меня есть, да? Мне реально нужны вот его заметки. Нет, не можете. В смысле не могу? Просто уйдите, она сказала. То есть, она говорит, у меня нет доказательств, что он умер, но я знаю, что он умер. Логично. Господи, думала, это типа потолок, а это сверху. Ну, может, не надо было про смерть ей говорить? А что вы хотите сделать? Использовать лифт? Ну, я вас должна сначала пропустить. И, как вы могли заметить, я этого не сделала. Ну, блин, ну умер человек. Пропустить? У них тут это водопад, а у нас в газете. Только пластиковые растения. Да, я вижу, они неплохо устраивались. Джоуи, настало твое время. Парень. Ну, это нормально для такой баллы девушки работать так поздно. Ну, видимо, ей нужны деньги. Все, пробирайся, Джоуи. Вот так. А, она закрыта. Попробуй подуть, Джоуи. Что такое? Вот, смотрите, пресс-карта. Пресс-карта еще. Нет, еще не будет. Я не могу сделать голову. Попробуй подуть, Джоуи. Ой, нет, не на компьютер. На записку. Может, дверь так можно открыть? Да, в итоге в этом нет вообще никакой необходимости. Может быть, так? Блин, куда мы вышли, Джоуи? Джереми, у меня проблема. Пойдемте тогда к нему домой. Скажем, что я не могу ничего сделать. Джереми. Входите. О, Роза. Чувствуй себя как дома. Джереми? Да. Ресепшн меня не пускает. Правда? Я позвонила ей, чтобы она ожидала тебя. Странно. А может быть, мне это взять? Хотя. Уверен, что ты звонил вообще. Хотя, как он мог звонить? Может быть, ей вот это предоставить? То есть, моя визиточка? Вы что, позаправа? Знаете, что не важно. Я же сказала, что твои визитки тупая идея. Заткнись. Что? Ничего. О, смотрите, это же новая. От Анона. Мисс Блэкбелл. Я знаю, что писать спиритическому... Ну, не знаю. Спиритическому специалисту была глупая идея. Но я не ожидал, что это произойдет. Это единственное... А, то есть, это то, да? А, то есть, он жалуется на то, что мы разбили его яхту. Ну, блин. Ну, чувак. Может быть, написали в газетах хотя бы? Я не знаю. И он говорит... Радуйтесь, что я никому не написал. Но... Сам же попросил изгнать духов. Мы изгоняли, как могли. Духи просто очень агрессивные были. Сами чуть не померли. А ему вот так вот, значит, да? Все равно. А что ты последний раз помнишь до того, как заболел? А что это именно ты хочешь-то знать? Ну, знаешь, я не знаю. Я пошел отправиться на прогулку. А, то есть, его, типа, жуку укусил. Ну, пойду сейчас опять палить прохождение Дэйва Гилберта, что ли? Она, может быть, заснет сейчас. Нам нужно лишь подождать. О, Зе Хайлайн Парк. Вот этого я раньше не замечала. На, пойдемте туда спросим. Вот Джереми. О, о, нет. А, узнаем, что будет. Дальше мы в следующей серии. Чтобы вам было интереснее смотреть. И оставалась интрига. Что ж, если понравилось, то не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. С вами Ламарская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok